Два часа дня в Одессе. В прямом эфире седьмого новости. Меня зовут Екатерина Поденежина. Здравствуйте. Сессию Одесского городского совета перенесли на 10 сентября. Она не состоялась, потому что не набрался к ворум. Секретарь горсовета Олег Брындак объяснил это летними отпусками. После получасового совещания депутатов с городским головой сессию решили все-таки перенести. На этот период, как мы и опасались, не собрался депутатский корпус. 56 человек зарегистрировалось, взяли карточки. Поэтому нету к ворума. Мы ждали полчаса хотя бы. Обзванивали, может быть, коллег. К сожалению, больше депутатов в городе нет и не подтвердили свое присутствие. На повестке дня были важные для города вопросы. Среди них подготовка к отопительному сезону. Также надо было зарегистрировать семь детских садов. Они, к слову, должны открыться и заработать уже в начале учебного года. Но пока что не сложилось. Мэрии пообещали, что сессию с этой же повесткой дня проведут. А в октябре планируют еще одно заседание. Начинать ремонт трассы Одесса-Арене надо уже сейчас. Такое заявление вчера во время рабочего визита сделал президент Украины. По словам Порошенко, сам он хотел бы, чтобы к ремонту приступили уже в первые дни сентября. Для этого сделано две вещи. Первая вещь. Было принято решение про выделение более 100 миллионов, как начатный этап проекта, на начале строительства. Это решение уже принято. Гроши мают надеяться. И решение второе. За первые два тижня Верховная Рада Украины должна проголосовать внесенный мной в законопроект, которым предпочитается выделение дополнительных еще 300 миллионов, которые позволят нам обеспечить качественную модернизацию и ремонт этой дороги. Задержание грабителя, хулигана и оформление дорожно-транспортных происшествий. Патрульная полиция переняла эстафету охраны Одесских улиц у милиции. Как прошла первая патрульная ночь в следующем сюжете. В первое дежурство на улице Одессы выехали 80 полицейских, по двое в машине. Патрулировали с 10 вечера до 10 утра. За это время было много вызовов, говорят напарники Игорь и Юрий. Только они приняли около 15 сигналов. Ну, семейная ссора. Два раза выезжали. Пришлось гражданина отвезти в райотдел. Год отвезли. Там он побыл 3 часа, он опять вернулся. Опять приехали, опять забрали, опять отвезли. Первое дежурство было насыщенным, потому что город Одесса, преступности много. Но ребята молодцы, справились отлично. Было одно хорошее, серьезное задержание. Раскрыто преступление по горячим следам. Преступники задержаны, доставлены в райотдел. Ребята справились хорошо, четко, молодцы. Что за преступление? Грабеж. Грабеж и разбой. В соцсетях Одесситы уже написали о том, что в эту ночь долго ждали оформления некоторых ДТП. Оказалось, произошла накладка в работе двух служб. Ребята, полиция, выехали в 10 часов, а ДТП случилось в час дня. И этим должны были заниматься сотрудники еще ГАИ. Они этим не занимались, а начали заниматься аж в 9 часов перед нашим выездом. Поэтому поступали такие жалобы, что люди ждали очень долго автомобиль. В дальнейшем таких накладок уже не будет, заверили в полиции. Обещают, что уже скоро полицейских станет еще больше – 800 человек. Александр Полуев, Игорь Казанжи, 7 канал. На Черноморского казачества спасатели с помощью гидравлических ножниц извлекли пострадавшего в результате ДТП. Рано утром водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом. Пассажира легковушки зажало на переднем сидении. Мужчину увезли на скорой помощи. Сейчас он находится в больнице номер один. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Состояние удовлетворительное. В Одессе взорвался кофемобиль. Машина загорелась в парке Шевченко прямо у центральной аллеи стадиона Черноморец. Видео этого инцидента в сеть выложил пользователь Жан Краковецкий. Как сообщает пресс-служба, ГСЧС сообщение о взрыве к ним поступило в 16.30. Спасатели возгорания ликвидировали. Но в результате пожара машина, в которой готовили кофе, сгорела практически полностью. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Он видел многие города, но Одесса полюбилась с первого дня. Путешественник по миру Дэниел рассказал, почему сюда хочется приезжать снова. С гостями из Коста-Рики общалась наша лесяповар. Дэниел путешествует по всему миру. В Одессу приехал недавно, но уже успел влюбиться в наш город. Он почти не говорит на русском языке, но четко знает одну фразу. Самое главное, я люблю деревья. Я гулял по Одессе с поднятой головой и просто любовался ими. Это очень красиво. Дэниел побывал во многих странах. Говорит, что деревья высоко ценятся повсюду. Многим городам не хватает зеленых насаждений. И это уже становится проблемой крупного масштаба. Они придают городу свежесть и делают его невероятно красивым. Создают много тени. Я люблю их фотографировать и просто любоваться. Этой осенью Одесса подтвердит свой статус зеленого города. Меценат Аднан Киван инициировал акцию, которая поможет сделать его красивым и здоровым. Он дарит городу 10 тысяч деревьев. Каждое одесситы смогут посадить своими руками. Акция очень заинтересовала Дэниела. Это прекрасно. Я бы хотел, чтобы во всех городах проходили такие акции. Очень замечательно. Я бы с удовольствием присоединился. Принять участие можете и вы. Первые саженцы будут ожидать посадки уже в начале октября. За подробностями обращайтесь по телефону 726-3226. Олеся Повар, Алексей Сорокин, Седьмой канал. И пока на этом все. Больше новостей в 16 часов. Хорошего дня. Оставайтесь седьмым.